В жилой комплекс пригород Лесное сельского поселения Молоковское пришли чудеса с доставкой на дом. Именно так называется развлекательная праздничная программа для детей, подготовленная силами сотрудников Дома культуры Буревестник. Сегодня игровая программа. Мы, как правило, устраиваем игровые программы по нашим деревням. И сегодня также мы пришли с детьми повеселиться, поиграть, поплясать, поводить хороводы вокруг елочки, встретить Дедушку Мороза, ну и, конечно же, порезвиться в зимние забавы русские народные. Несмотря на морозную погоду, а на термометре было минус 12, на площадке собралось много детей и их родителей. Вместе с зимушкой-зимой и ее помощницами-снежинками ребята разминались под музыку, чтобы не замерзнуть. А потом начались конкурсы. Две команды соревновались между собой, кто быстрее нарядит елочку. Причем лесными красавицами стали сами участницы игры. Затем у каждого была возможность загадать желание, которое обязательно исполнится. Возьмете снежочек, пошепчете на него желание, только тихонько, чтобы никто не услышал. Потом я подойду к вам, вы должны бросить в волшебный мешок снежочек, и если попадете, значит желание ваше сбудется. Мешок оказался полным новогодних желаний, а чтобы их исполнить, нужно было позвать главного волшебника Деда Мороза. Когда он появился на площадке, детвора его буквально облепила. Вместе с ребятами Дед Мороз еще долго пел песни и водил хороводы. Детям нравится, все ярко, Дед Мороз отличный, в общем весело, все хорошо. Здорово, конечно, это прекрасно, когда в таких ЖК устраивают праздник. Это очень здорово, очень круто. Да, дочь? Нравится? Нравится, классно. Даже если родители между собой не знакомы, то они в любом случае познакомятся, если дети будут здесь отдыхать вместе. Свои выездные тематические программы сотрудники Дома культуры «Буревестник» проводят по различным поводам, как зимой, так и летом. А значит, у жителей новостроек будет еще возможность познакомиться между собой. Татьяна Брылова, Дмитрий Книгов, Владимир Бижонов, Елена Кошелева. Видное ТВ.